Наш человек самый здоровый человек в мире, но не сразу, через 50 лет. План лечения нации сегодня предоставил министр здравоохранения Гунтез Белевич. Правда, как он намерен проследить за его выполнением, он не уточнил. Подробности у Яны Рубинчик. Только 1% населения курит, пьет или употребляет наркотики. Проблемы с весом лишь у 15% латвийцев, а не у половины. Средняя продолжительность жизни 90 лет, а не 74 года. Это не сказка, а план Белевича. Битва за здоровье пройдет сразу по четырем направлениям. Питание, борьба с зависимостями, физкультура и профилактика заболеваний. Тех людей, которые заботятся о своем здоровье, мы могли бы поощрять, освобождая от пациентских взносов. Сейчас профилактические осмотры у врача проходят всего 13% взрослых. Мы хотим за 50 лет улучшить этот показатель до 98%. К примеру, рак на первых двух стадиях хорошо поддается лечению. Уже сейчас семейные врачи получают премии 76 евро, если открывают рак на этих стадиях. Есть договоренность увеличить эту премию в три раза и ввести минусовой коэффициент. Снимать деньги за рак, обнаруженный на поздней стадии. По словам министра, профилактика намного дешевле лечения. И таким образом государство только выиграет. Ведь здоровый человек может больше пользы принести экономике. Белевич признался, автор идеи не он. Успешный результат уже показали подобные программы в Финляндии, Швеции и Словении. Словении тоже. У них был отсталый регион, как у нас Латгалия. Это Приморье. Такой регион, где люди были экономически, может, не так развит. Много болело тоже сердечно-сосудистым, онкологическим заболеванием. И сейчас эти показатели очень хорошие. И Словения уже отличается хорошим показателем. Со следующего года на внедрение программы здоровья планируют привлечь европейские деньги. В 2065 году, когда фланг Белевича должен будет сработать, самому министру исполнится 106 лет. Видимо, и тогда он проведет пресс-конференцию, чтобы отчитаться о проделанной работе. Ядра Пинчик, Инс, Иванс, Латвийское телевидение.